Пять многоквартирных домов в Некрасовском и Левашове в этом году вошли в адресную программу по капитальному ремонту жилья. Всего на участие в программе было подано 22 заявки, но денег хватило не всем. Как повысить свои шансы на получение бюджетного софинансирования на ремонт и какие работы в приоритете, рассказал нам директор управляющей компании Андрей Семенов. В 2013 году на участие в программе заявились 22 многоквартирных жилых дома с желанием участвовать в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Однако в связи с тем, что объем средств, не выделенных для этой программы капитального ремонта многоквартирных домов, был недостаточен для проведения ремонта их работ на всех 22 домах, поэтому производился отбор домов для участия в программе. Отбор домов производился по критериям, установленным региональным фондом содействия капитальным ремонтом многоквартирных домов Ярославской области. К этим критериям частности относились характеристики дома, к ним относятся год ввода в эксплуатацию, техническое состояние дома, способ управления многоквартирным домом, управляющей компанией, товарищей собственной жилья, либо непосредственное управление, процент оплаты жителями данного дома на жилищно-коммунальных услуг. То есть, чем выше процент, тем больше баллов набирала заявка. Кроме этого, к критериям относятся также количество собственников, рассматривалось, которое проголосовало за участие в программе и за софинансирование, а также к критериям у нас относились непосредственно виды работ, которые требовалось провести пока примута. То есть, какие работы утвердили на общем собрании собственники многоквартирного дома для проведения капремонта. То есть, приоритет, согласно критериям фонда, отдается ремонтам кровель, затем идут ремонты цоколей от мосток домов, и дальше идут уже ремонты внутридомовых, общедомовых коммуникаций. В этом году, как я уже сказал, у нас по всем пяти домам ремонты кровель запланированы были, поэтому в эти дома вошли. Кроме того, вошли дома в программу, заявки которых набрали максимальное количество баллов. Капитально отремонтировать крыши смогли три многоквартирных дома по улице Космонавтов, в Некрасовском и два на Молодежной улице в селе Левашово. Учтя опыт прошлого года, когда подрядчик выбирался на конкурсной основе и процесс затянулся, жители сами определили, кому хотят доверить свои крыши. «Карт-бланш» получило Некрасовское предприятие «Кромо-Изол», и работы нынче удалось начать еще летом. Суммарный объем средств, выделенных по программе из регионального и местного бюджетов, более полутора миллионов рублей. Вклад собственников в общую копилку составит 15% от сметной стоимости работы. Таково обязательное условие программы. По договору с региональным фондом работы должны быть завершены до 1 ноября. Пока подрядчику перечислен только аванс. Расчет состоится по факту приемки отремонтированных кровель фондом, технадзором и собственниками жилья. На следующий год пока параметров программы, как я сказал, еще нет. И самое главное, тут завязано на бюджет, местный бюджет. То есть региональный фонд выделяет деньги только при условии, что местный бюджет тоже выделит деньги. Бюджет нашего сельского поселения Некрасовское. Надо отдать должное главе поселения и депутатам поселения, которые с пониманием относятся вот уже второй год к этой проблеме. И деньги все-таки при недостатке средств в нашем бюджете они находят на выполнении капитальных ремонтов. И надеемся, что денег выделят побольше из бюджета, из областного, для того, чтобы эти вопросы решить. Потому что на нашем уровне, к сожалению, я еще раз повторюсь, эти вопросы быстро не решить. Продолжение следует...